Ребята, вы сейчас упадете, но Россия стала ведущей аграрной державой в мире. Об этом на прошлой неделе написало издание в РИА Новости. Ой, РИА Новости, конечно же. Название статьи более чем патриотичное и вселяет оптимизм. Вот оно, накормим весь мир. И речь в той сказке вот о чем. По данным таможенной службы Минсельхоза, внимание, за 4 месяца наступившего года мы наэкспортировали зерна за бугор, аж в полтора раза больше, чем за весь 2017-й. И стали, между прочим, признанным мировым лидером в этом секторе экономики, подвинули и уже вытесняем с рынка Штаты и Евросоюз. Короче, ну мы, блин, молодцы, нереальные. А меня, тем не менее, такая вот бестолковая мысль посетила. Ёлки-палки, где же наши аграрии вырастить-то успели такое количество пшеницы с января по май? Зима вроде была, снег еще не везде растаял. Или я что-то пропустил? Начинаем. Хотя вообще, конечно, если чуть внимательнее ту статейку почитать и полностью, в какой-то момент начинаешь осознавать, за каким она на самом-то деле была написана. А вот и то самое место, где зарыта собака и так. В данный момент Минсельхоз подготовил и пытается протащить через Думу три законопроекта, суть которых сводится к одному. Как прибрать к рукам чужие земли? Ткачев таким землям даже определение красивое придумал. Свободные и брошенные сельхозугодия. Но мы-то с вами понимаем, в нашей стране уже давным-давно нет ничего свободного или брошенного. У каждого земельного участка имеется хозяин, особенно в аграрных регионах. Но есть еще и чинуши, их друзья. Друзья друзей. Друзья друзей друзей, которые со времен царя гороха мечтают разинуть свой рот на чужой коровай. И похоже, что скоро мечты всех этих замечательных людей перестанут быть только мечтами. Так вот, до чего в Минсельхозе додумались? Три законопроекта, повторюсь. Один упрощает и ускоряет процедуру изъятия земель у собственника. То есть фактически превращая его права в пшик. Типа дай сюда, но нам надо. Закон новый читал. Второе, я так понимаю, придуман для дюжи несговорчивых владельцев земельных участков. Ну вдруг кому посудиться? Захочется. Деньги на хороших адвокатов отыщутся. Для таких резко повысят налоговые ставки на... Сейчас будет красивое словосочетание неиспользуемую землю. Ну а третий касается дольщиков. Это когда не один хозяин участка, а несколько. Например, бывший колхоз. С этими всю дорогу геморрой был. И не знали, что с ними делать. Поскольку, ну, есть, скажем, лакомый кусочек в 10 га. Вот только принадлежит он не одному конкретному Грудинину какому-нибудь, а человекам двумстам одновременно. Пойди с каждым договорись. Ткачев этот момент продумал и предложил. Пусть отныне муниципалитет решает, нужны этим колхозникам их доли или нет. Решит, что не нужны забрать без суда и следствия и вся недолга. По-моему, когда-то подобное уже было. Нет, это реальная журналистика. Не дня без радостных новостей. Поехали. А со стороны северной столицы в сторону россиян крадется другой маленький пушистый зверек. Песец в смысле. Там очередными бредовыми идеями фонтанирует некто депутат Андрей Анохин, который тоже полезным законопроектом разродился и предложил ограничивать граждан в праве пользоваться соцсетями, да и вообще интернетом. В общем, подумалось мужчине, что слишком много времени соотечественники в виртуальном пространстве проводят. Лимитировать брякнул парламентарий. Все это дело давно пора. Три часа в день и хватит. А вот несовершеннолетним и вовсе в том интернете делать нечего для здоровья. Плохо потому что... Школьники сидят в этом интернете. Школьники теряют зрение уже на малых лет. Утром на остановке едешь, все голову вот так согнули, позвоночник искривляется, когда смотрят. То есть это реально сейчас стало определенной угрозой. Самое главное, об этом никто не говорит. Это замалчивают. Этого как будто диалога у нас вообще не должно быть в обществе. Поэтому я ратую за государственный регламент интернета. У меня здоровье людей волнует, потому что никто не сказал, насколько это отображается для зрения. Все это замалчивают. Ведь мы, когда там покупают пачку сигарет, то говорят, есть угрозы для здоровья. Слушайте, дожи. Депутат сравнивает покупку смартфона или планшета с покупкой пачки сигарет. Ну давайте тогда чтение книг к употреблению наркотиков, например, приравняем. А что? Во-первых, во время чтения люди тоже зрение сажают. Во-вторых, это затягивает, особенно если сюжет интересный. Ну и в-третьих, из книжной страницы можно ведь, например, и самокрутку какую-нибудь свернуть при желании. Предлагаю дальше послушать гениального человека. Хотел бы сказать людям, которые говорят о свободе в интернете. Это миф. Никакой свободы в интернете нет. Есть тотальный сбор информации с каждого пользователя, который находится в интернете. Да нет, господин Анохин. Мифом в нашей стране в последние годы стала Конституция Российской Федерации, на которую такие, как вы, однажды вдруг решили наплевать. А завтра что вы нам предложите? Клеймо выжигать на плече? Ошейники на людей надевать начнете? В комендатуру заставите ходить отмечаться утром и вечером? А ночами на цепи все дружно будем сидеть, потому что Анохин решил, что так будет правильно. Вы почитайте эту интересную книжку-то, Конституцию. В смысле, может, мысли хоть в кучу соберутся? Перемещаемся в один из самых демократичных регионов в нашей стране, Республику Татарстан, где слуги народа чаще остальных своих коллег о народе том думают, ночей не спят просто. Короче, в конце апреля тамошние депутаты разрешили сами себе и чиновникам. Тоже сейчас будет музыка. Ребята, которые обласкают ваш слух на старт, внимание, не отвечать на непонятные запросы и жалобы населения. Ну, то есть классная такая лазейка у пацанчиков появилась. Слушайте, я вообще не понял, что от меня тот или иной человек хотел. Соответственно, и отвечать ему не собираюсь. Идет он за газировкой. Бинго! Вот это поворот. Хотя, согласен, ну не для того люди во власть приходят, чтобы проблемы ваши решать. А то, ишь, взяли моду чуть что, давай запросы депутатам строчить или жалобы чинушам. Им прям заняться больше нечем. Ага. К слову, в соседнюю Башкирию предлагаю заглянуть на минуточку. Уже второй раз за месяц в республике подорожало топливо. Сегодня цены подняла компания Башнефть. Все марки бензина и дизельное топливо прибавили в цене 30 копеек. 92-й теперь стоит 37 рублей 90 копеек, 95-й 40 рублей 10 копеек, и дизельное топливо 40 рублей 90 копеек. Также подорожало и фирменное топливо Атом. Напомним, предыдущее повышение цен на заправках Башнефти было зафиксировано в начале месяца. Теперь водители ожидают подорожания бензина на заправках компании Лукойл. Вот и пример, пожалуйста. Представляете, какое количество недовольных в итоге в Башкортостане образовалось? Дважды за месяц бензин в цене подпрыгнул. Естественно, люди там сейчас чиновников и депутатов атакуют, и этим людям придется что-то отвечать, давать какие-то обоснования, проверки может даже проводить понадобится. А вот в Казани таких проблем больше нет, а отныне в данном регионе есть уникальная формулировка, потому что... Чё тебе надо? Не понимаю, я по вашему ни херам. Ну и на десерт, ребята, как всегда, очередной повод для гордости. Омская область, деревня Дувановка. Есть такая на карте великая и могучая. Так вот, жители той деревни настолько замордовались в прекрасной и цветущей России и прозябать, что на полном серьезе всей деревней требуют проведения референдума. А присоединение многострадальной Дувановки сейчас будет Казахстану. Внимание на экран. Нету ни дороги, ни магазина, ни школы, ни хера нет, ни воды, ничего нет. Говорю, может, проще к Назарбаеву присоединиться? Может, там лучше будет, и он нам поможет и дороги сделать, и всё на свете. А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим на машины. Каждый год попробуй не заплатить. Тебе штраф придёт. Ещё и в суд на тебя подадут. Я тогда 16 рублей, по-моему, не доплатила за машину. Так на нас суд подали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кстати, ещё более дурной сон. Послушайте, что им чиновник сказал. Хотя бы взгляну, что вообще у нас происходит в мире. Сегодня наша страна в каком-то... Да мы смотрим это. Что, в лучшем, что ли? Ну так надо позаботиться, наверное, о том, чтобы у нас страна была в целости и сохранности. Всё. Мне тут совершенно нечего комментировать, а абзац полный. И это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Ищите нас в Ютьюбе. Там интересного больше. Подписывайтесь на канал. И теперь у нас их два. Виной всему цензура в Рунете. В соцсети к нам тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. В 1932 году, я сам, когда, помню, выступал в Государственной Доме, посмотрел на статистику и обомлел. Субтитры сделал DimaTorzok